Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пять лет встречалась с молодым человеком другой национальности в физическом демии. Мы редко виделись, но часто созванивались и списывались. Виделись мы где-то раз в неделю, но недавно мы раздались. Я поставил точку самого повода, поэтому послужило множество. На протяжении долгого времени я пытался его как-то растормошить, прислать к действиям, но очень много обсуждали наши отношения. Каждый раз я спрашивал, тебе нравится, что я так редко приезжаю, что мы так редко видимся на этот воздух? В ответ нет. За пять лет я лично ни разу не виделись с его родителями, лично с ними не знакомы. В разговорах я говорил ему, что нужно предпринимать какие-то действия решительные. Не говорю о свадьбе или жить вместе, хотя бы познакомиться с родителями вживую. Они знают меня заочно, но этого так и не произошло. Я каждый раз давал ему время что-то изменить, а само мне не очень хотелось это делать. Так как мы расходились раз пять, пять или шесть, Каждый раз разговор и примирение провоцировали я. Далее, значит, само мне не очень хотелось этого делать, так как мы расходились раз пять, шесть. Каждый раз разговор и примирение провоцировали я. Я не знаю, он мне в тишине рассказал, что мне, конечно же, надоело. Если бы я тебя не любил, я бы тебе не изменял. Если бы я тебя не любил, я бы тебе не изменял. Меня как грубо пронзило, настаивал, что это правильно. Спустя какое-то время я сказал ему, что да мое доверие потеряно. В момент разрыва мне сказал, что я тебя очень люблю, меня тебя чувствует, оно не мешает мои принципы. Я поставил оточку. Сейчас прошло пару дней, и мне безымно хочется ему позвонить прогуляться, правильно ли я сделаю, и как побороть эти порывы. Ну, во-первых, как бы, нужно сразу, на мой взгляд, здесь оговориться, что он, ну, у вас, и у, в общем и целом, молодого человека, да? И у вас, и у молодого человека. Скажем так, разные представления о том, как должны выстраиваться отношения. Судя по, судя по, судя по тому, что я увижу, судя по тому, что я считаю. То есть, вы разные с молодым человеком. Это первое. А, второе, ну, возникло, вот, такое ощущение, по крайней мере, у меня, что вы от него зависимое, то есть, конечно, я не знаю, понятное дело, наверняка, вот, но, такое, вот, ощущение, что вы от него, вы от него зависимое, вы в нем нужда, вы в нем нуждают. Вот, вот, как-то так. Соответственно, здесь нужно разобраться с тем, что вы к нему чувствуете, здесь нужно разобраться с тем, принимаете ли вы его культуру, особенности и так далее. Давайте разберемся. На протяжении долгого времени я пытался его растормозить и призвать к ним. Здесь, смотрите, вы пытаетесь, по факту, по факту, по факту, вы пытаетесь человека, ну, переделать. Так, 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 так вот, получается, что вы пытаетесь поменять человека, вот, как-то, под, ну, под себя, получается, под то, что нужно вам. Потому что, если вы требуете от него действий, а молодой человек никаких, в общем-то, действий особо не совершает, вот, значит, ему это, ну, как-то, вот, особо не надо. И получается, что вы его, ну, постоянно, вот, к действиям, да, каким-то, вот, вроде как бы, по, 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 как бы, подталкиваете его, как, каким-то действиям, вот. А это, наверное, не лучшая идея, подталкивать человека к каким-то действиям, вот. Потому что человек или хочет, ну, к примеру, да, человек или хочет там, ну, что-то, чего-то, вот. Или вы его стараетесь, ну, принудить к каким-то действиям. А хорошего в этом, ну, как мне кажется, хорошего в этом ничего нет и, в принципе, быть не может. Поэтому тут вам бы, вот, подумать немножечко, вот, вот, в таком ключе, да, вот, в таком направлении. То есть, а, ну, принимаю, а, и не принимаете, не принимаете его, вот. Какая-то такая ссора, вот здесь. Поэтому спросите себя, для чего вы его подталкивали, вот. А если очевидно, что ваши, ну, так скажем, ценности, да, достаточно различаются. Мы очень много обсуждали наши отношения. Скажу вам честно, не очень хороший. Это... Знак. Не очень хороший. Не очень хороший этот знак. И вот, в принципе, ну, и вот, в принципе, почему, да, почему не очень хороший знак. Дело в том, что... Если... Люди... Опреждают... Отношения... Своей. То... Самим отношением... Уделяется внимание, ну, мягко говоря... Немного. В таком случае. Потому что, ну... А... когда? Если мы занимаемся обсуждением отношений, то есть обсуждение отношений – это не сами отношения, к сожалению. И вам это нужно также признать. Хотя я и не сомневаюсь в том, что это нелегко для вас. Из какого вы обсуждали отношения? В каждый раз я его спрашивал, тебе нравится, кто-то редко приезжает, и мы так редко видимся, а на это слышал ответ – нет. Как будто бы вы не уверены в себе. Для последствий я лично ни разу не видел себя родителями, лично с ними не знакомы, в разговорах я говорил им, что нужно предпринимать какие-то действия решительные. А какие действия предпринимали вы? То есть почему-то вы от него требуете. Не говоря о свадьбе или жить вместе, хотя бы познакомить с родителями вживую, я не знаю, от меня научно, но это до этого так и не произошло. И каждый раз давало ему время что-то изменить. Почему вы ставите себя в зависимости от него. Само мне не очень хотелось это делать и ломались сюда. Так как мы расходили, а так как мы расходили с раз пять-шесть и каждый раз разговоры и примирение провоцировал я. А к чему приходили вот на примирение с Форещадом. Недавно не сказал ты мне, конечно же, надоело. Вот эту фразу я, честно говоря, не понял. Если бы я тебя не любил, я бы тебе не изменял. Тоже не совсем понятный смысл. Вот и нашелась фраза правильно. Ну то есть видимо национальные особенности в данном случае играют роль. Спустя какое-то время, я сказал, это мое доверие по телам. Ну в данном случае очевидно, что вы, к сожалению, не доверяете себе, а раз вы не доверяете себе, то вы не можете как-бы доверять ее, ну соответственно, и кому-либо, если вы не доверяете себе. Поэтому тут достаточно все просто, в этом смысле. Вот. Вы не доверяете себе, вы не доверяете никому. Вот. Поэтому вы просто перекинули ответственность за то, что не доверяете себе на него. Получилось. В момент разрыва мне сказалось, что я тебя очень люблю, меня себя чувствую, но мне насчет моих принципов, я поставил точку. Мне кажется, мне немножко противоречило, что в момент разрыва, то есть когда вы уже поставили точку, он вам это сказал, и вы опять поставили точку. Слово не доверяя себе. Сейчас прошло пару дней, мне обязательно хочется ему позвонить прогуляться, правильно ли я сделал и как побороть эти порывы. Нужно разбираться с тем, что вы хотите. Очень часто мы любим не самого человека, а мы любим свое состояние. И можно таким образом говорить о том, что вам нравится именно то, как вы себя чувствуете с человеком. Вот. Вам нравится именно то, как вы ощущаете себя с ним. А не он сам. К сожалению. И если это так, то это довольно серьезная, может быть, проблема для вас. так. Потому что вы становитесь зависимым от человека именно благодаря тому, что с ним ваше состояние меняется. Не сложно увидеть, как именно ваше состояние меняется, вы от него чего-то ждете. такое ощущение, что вы ждете от него, ну, как вам сказать, вы ждете от него какой-то определенности, что ли. Вот. При том, что очевидно, что вы сами достаточно привыкли, скажем так, свою жизнь контролировать. При том, что вы кажетесь человеком достаточно целеустремленным. Вот. А вот. При том, что вы кажетесь таким человеком, мне все же видится так, что вам, что называется, трудно, наверное, как-то вот за себя отвечать. и хочется переложить эту ответственность на другого человека. То есть вы себя, получается, где-то довольно сильно пережимаете. подавляете. Вот. Получается, по крайней мере, так, что где-то вы себя довольно сильно подавляете. Вот. А где-то вы напротив, у вас вот эти вот подавленные, да, шишки, получается, ну, как бы бьют через край. Вот. Вот. А какая-то вот, наверное, в показанном случае история. Вот. И мне кажется, что вам, вам бы вот в этом направлении, да, подумать, ну, мне так кажется, что вам бы в этом направлении, да, поразмыслить. Посмотреть, что исследует эта ситуация. И тогда было бы довольно более легче, чем сейчас вам действовать. Ваше желание, ну потребность, грубо говоря, быть с человеком нормально. Это нормальная и естественная потребность, но она скорее всего не связана с одним самим, скорее всего. Скорее всего она связана с чем-то другим, с чем-то другим, с кем-то другим. Связана с опытом вашим негативным, который у вас был со страхами и так далее. Есть, конечно, некоторое, так скажем, несоответствие между тем, как вы себя позиционируете, а позиционируете вы себя, так скажем, достаточно жестко. То есть вы позиционируете себя как человека, который знает чего хочет, вы позиционируете себя как человека довольно активного и так далее. Казалось бы. Но в то же время, в то же время, вот этот аспект, о котором я говорю, он позиционирует вас как раз, как человека в себе не уверенном, к сожалению. И вот вам нужно, на мой скромный взгляд, с этим разобраться. Вам нужно с этим, на мой скромный взгляд, вам нужно это, для себя, поисследовать. Для чего, спросите вы. Чтобы лучше себя понять. Чтобы лучше себя знать. в том, что с вами происходит. Вот. Вот. И, соответственно, когда и если это будет сделано, тогда и вам самой проще будет в этот класс ориентироваться. На этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok